МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днём Россия, Юмитси! Торжества по случаю государственного праздника Дня России в городском округе Люберцы прошли на 38 площадках. Центральным местом гуляний стал парк Наташинские пруды. Это, безусловно, самый главный праздник в нашей стране. Мы отмечаем такое великое событие, которое происходит уже много лет. Изначально, как бы, сформирование нашего государства, это всегда был праздник, который мы продолжаем. С Днём России! В Наташинском парке многочисленных гостей ждали различные выставки и мастер-классы для больших и маленьких люберчан. Своими руками можно было сделать сердце в цветах триколора и праздничные открытки. Среди многочисленных организаций, которые в этот великий день проводят мастер-классы в Наташинском парке, Центр социальной адаптации и профориентации. Девочки, а что вы сегодня здесь делаете? Я смотрю, люберчанки все красивые будут сегодня. Мы плетём косы люберчанкам всем, кто хотят, делаем их красивыми. Абсолютно бесплатно? Да, конечно. Всё абсолютно бесплатно. А что ещё? Какие запросы у люберчанок? Люберчанки хотят особые вечерние прически, и мы им это делаем. Многие подходят, спрашивают. Люберецкая станция юных техников представила выставку моделей кораблей, тех самых, что бороздят просторы океана под российским флагом. Тут же рядом ещё один экспонат, которым может гордиться российский военно-промышленный комплекс «Вездеход». Вот на таком «Вездеходе», кстати, перемещался по земле Франца Иосифа Владимир Путин во время экологического форума в Арктике. Эта машина, которую делают у нас в Люберецком округе, способна пройти по грязи, мелким водоёмам, по льду, песку и при этом не повредить поверхность земли. А недавно эти люберецкие вездеходы приняли участие в экспедиции Министерства обороны Российской Федерации. Арктика-2017. Цель экспедиции заключалась в том, чтобы пройти по льдам до острова Котельный. Это новая военная база. Машины наши справились успешно. Поломок не было. Проехали больше 1800 километров. Ни торосы, ничто не остановило. Ни морозы. В этот торжественный день люберчане не только празднуют, но и занимаются любимым делом. К примеру, здесь воспитанники Люберецкой художественной школы творят и занимаются искусством. Я рисую пейзаж наших люберец, которые являются частью нашей страны, день которой мы сегодня празднуем. Что тебе нравится именно в Наташинских прудах? Тут очень красиво. Деревья, беседки, лодочный причал. Этот праздник по-настоящему объединил всех жителей, всех, кто любит свою родину. Праздновали День России в Люберцах представители разных организаций, студенты Люберецкого техникума, исполнили свой девиз. Наши люберцы – город мечтателей. Мы – истории продолжателей. Мы – едины. И в том наша сила. Как Гагарин прославил Россию. Мы – молодежь 21 века. Мы – превозносим в себе человека. Мы – дети огромной, могучей страны. Россия и Люберцам будем верны. На главной сцене в Наташинском парке поздравил жителей с Днем России глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий. Мы любим нашу страну. Каждый из нас любит свою семью, своих друзей, своих близких. Вот эта любовь, она выражается в огромную страну, в державу Россию. Перед многочисленной публикой глава торжественно поздравил с Днем бракосочетания влюбленную пару люберчан, которые решили создать семью именно 12 июня. А также подарил подарки молодым родителям и вручил паспорта 10 юным люберчанам. Лера прямо из рук главы сегодня получила свой первый такой важный документ. Расскажи, как твои впечатления? Ну, конечно, это безумно волнительно и приятно, ведь не каждому удается получить свой первый паспорт из рук главы и в такой торжественной обстановке, в такой великий праздник. ПЕСНЯ Поступление артистов, песни, танцы и молодежный флешмоб. Сотни рук растянули российский триколор, объединив тем самым всех люберчан, которые решили отпраздновать этот праздник со своим городом. Россия для нас – это наш дом. И если все мы будем вспоминать об этом, то тогда мы, наверное, будем жить счастливо. У кого-то есть ассоциация России с медведями, а у меня, наверное, это русские народные песни. Прежде всего, в которых очень много сказано про нашу Россию, про наш народ. Какой же праздник без угощения? Люберецкий хлебокомбинат испек для люберчан особый торт в цветах российского флага. Вишневые угощения размером полтора метра на метр кондитеры приготовили специально в День России уже во второй раз. А еще было мороженое. Ровно тысячу порций крем-брюле съели маленькие и большие жители городского округа Люберце. А потом отправились болеть за участников турнира по тайскому боксу. Им по пять лет. И у них все серьезно. Строгие указания тренера – боксерские перчатки, шлемы противник, которому нужно показать все мастерство, храбрость и силу удара. А вот взрослые любители спорта в День России могли сдать нормативы ГТО, за что получили сертификаты, медали и призы. Кроме того, несколько сотен детей и их родители в течение дня успели поучаствовать в веселых стартах и других состязаниях. Разыгрывается три места стандартно, как и в Ампиаде – золотые, серебряные и бронзовые. Но всех участников мы поощряем также еще призами. То есть очень много конкурсов – гиря, подтягивания, отжимания, пресс. Ну и для детей, соответственно, у нас боулинг, летние лыжи и карусель. Насколько спортивные люберцы, настолько же спортивные и местные власти. В этот день на искусственном поле «Торпедо» состоялся футбольный матч между командами администрации и Совета депутатов. Ну, во-первых, сплощение коллектива нашего трудового, как депутатского корпуса, так и руководителя администрации. Ну, прежде всего, это здоровье и здоровый образ жизни. Матчи открыл капитан команды администрации Владимир Ружицкий. Соперничество между игроками началось сразу же после первого свистка. Ведь в составе обеих команд как просто любители футбола, так и те, кто посвятил спорту всю свою жизнь. У администрации боксер в прошлом Владимир Сурков. У депутатов Павел Софьин – участник Олимпийских игр, метатель ядра. И не только. Ну, я являюсь председателем депутатской комиссии по спорту. Конечно, как бы председателю положен быть впереди планеты всей. Ну, во-первых, мне самому это интересно. Ну, потому что это командная игра. Наверное, ничто так не объединяет, как игра в футбол. Первый гол влетел в ворота администрации. Вячеслав Калинин ловко обошел вратаря противников. Ответного удара по воротам не пришлось долго ждать. Счет сравнял Владимир Ружицкий. Я забил, потому что игроки, с кем мы играли, они нормально пасуют, нормально пас отдают, нормально играют, нормально играют в нападении. Мне посчастливилось, мне дали пас, я забил. Команды сыграли два тайма по 20 минут. В бой рвались и все те, кто ожидал на скамейке запасных. Игроки до последнего отстаивали честь своих товарищей и заряжались на победу. Спортивные люберцы, спорт наше все. И как сказал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в программе «Наша Подмосковья», важный элемент развития личности – это спортивные достижения этой личности. Спасибо, товарищи. Слава России! Ура! В нешуточной борьбе победу в матче одержала команда Совета депутатов. Счет игры 8-2. Но в этом случае уж точно победила дружба. Наталья Григорьева, Анна Троян, Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Телеканал ЛРТ.